Всем ветрам назло или как культивировать растения южных широт в северных условиях. Наша телекомпания посетила самые урожайные огороды Нарьинмара и выяснила, где выращивают клубнику, пионы, кабачки и прочие культуры. О тех, кто не знает, что такое нитраты и химикаты, расскажет Любовь Пермякова. Картошка-то не хуже, чем на юге, да? А сколько снимаете? Мы снимали до 100 людей. Жительница микрорайона Кармановка Татьяна Соколова показывает нам свой приусадебный участок, где кроме картошки растут еще клубника, базилик, сельдерей, укроп и другие культурные растения. Похвастаться семья Соколовых может не только урожаем, красивыми видами на курю, но и домом в русском стиле. Кстати, его украшал резьбой 77-летний глава семьи Николай Николаевич. Вот кто учил вас этому ремеслу? Сам, сам, только сам. Вот желание есть и все, и вот так сделал. А откуда такая любовь? Вот любите русскую культуру? Ну не знаю, наверное, вырос в тайгенах, поэтому так вот все к дереву тянет и все. Вот именно тянет к дереву. Лобзики, кругорезы, стамески, пилы, топоры. В арсенале Николая Соколова более 15 инструментов. Чтобы резьба получилась ровной и красивой, требуется немало времени и сноровки. У меня книга есть, такая мощная книга. Там все узоры, все. Срисовываем, так делаем. Он рисует все сам. Андрей рисует хорошо, девочки у него. Рисунки увеличиваем, и вот. Это прошло с первобытных людей. Они когда ходили там, ну на охоту и везде, и это самое, и делали заметки на деревьях. Что вот тут я прошел, каждый свою заметку делал. Вот и начало с этого возрождаться, вот с этих заметок. Они ножом или там топором высекали, и вот так пошло, пошло, пошло. Вообще, как признается хозяин дома, он счастливый человек. Ведь кроме ремесла есть и любимая семья. Вместе с супругой они прожили более 50 лет. А до счастья, ну ничего, все вроде хватает, нормально все. Жена хорошая, дети хорошие, внуки прелесть. Сами тоже ничего. Мы в этом убедились. Пока Николай Николаевич вырезает очередной элемент домашней резьбы, на другом конце города, вооружившись лейкой, Светлана Канева поливает свой дизайнерский огород. Кроме привычных нам культур, хозяйка дома умудряется выращивать растения южных широт и средней полосы. Дуб, вот у меня, он в прошлом году уже зиму прозимовал. Сирени. Есть южные растения у вас, например, пионы? Крыжовники. Крыжовник даже ягодки вот там дал. Пионы, это тоже южные, я их привезла маленькими кустиками с юга. И вот они уже в этом году у меня соцвели. Вообще, цветочному ассортименту Светланы Михайловны можно позавидовать. Кроме пионов, растут бархатцы, петунии, ноготки. Всего более 15 видов. Приусадебный участок женщины стал любимым местом отдыха не только для членов семьи, но и местных птиц. Светлана Михайловна, у вас здесь кормушка, о птичках заботитесь, да? Обязательно. Через день им целую мисочку риса насыпаю, и хлебушка крошу. Часто сюда прилетает? Ой, очень часто. Если у Светланы Михайловны в огороде миссия «Цветочная фея», то на плечах ее супруга Бориса Антоновича лежат более серьезные культуры. Вот смотрите, я вам расскажу секрет. Вот видите, высокая ботва, да? Там пониже, тут пониже, там опять высокая. Это почему так? Это когда я весной привез машину удобрений, я ставил здесь на 10 дней. Они впитались, и это пусть стало богато. И поэтому надо удобрять каждый год. Если хочешь удобрять, люди некоторые никогда не удобряют. Значит, посадили, бросили. Потом, значит, я картошку собираю, они вот такие огурцы. О, у меня ничего не выросло. Так, милая моя, ты хоть окучила ее, нет? Нет. Вот и все. В общем, кто хочет поделиться огородными секретами со своими земляками, показать красоту, собственно, выращенных культур, ресурсный центр НКО Нинецкого округа предлагает принять участие в конкурсе, который проводится за счет средств муниципального гранта. Проводим конкурс «Лучшая благоустроенная территория» по двумя номинациям. «Лучший двор многоквартирного дома» и «Лучшее частное подворье». Заявочки можно подавать до 20 августа на наш сайт, на нашу страничку. Самое главное будет оцениваться, чтобы был, конечно же, чтобы был чистый двор, чтобы много было зелени, красиво было, было хорошо озеленение организовано. Заявки на участие в конкурсе с фотографиями принимаются по электронной почте ресурс нау собакаяндекс.ру или по адресу улицы Пырерков, в здании, где ранее находился детский сад «Родничок». Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».